Курепка Именно в этом доме, в самом обыкновенном доме, каких немало на окраине Курепки, начинается эта необыкновенная и даже таинственная история. Все было готово к приезду чемпиона по велосипедному спорту 329-й средней школы города Москвы, мастера на все руки, Валерия Булышева. Вот он. Чемпион не был здесь, в Курепке, собственно, он никогда не был в Курепке, хоть давно обещал, а в этом доме его очень любят и ждут. Волнуются тетя Даша, тетя Саша и тетя Маша, артистки Зоя Федорова, Антонина Дмитриева и Людмила Чернышева. Чемпион едет не один, его сопровождает некто Евгений Ручкин, о котором нам пока ничего не известно, кроме того, что его зовут Жека. Действие развивается при особом участии сержанта милиции Муравья, артист Лебедев. Заслуженный артист республики Сергей Николаевич Филиппов, к сожалению, в фильме не участвует, но, тем не менее, играет в нем существенную роль. Дядя Коля. Которому чемпион приходится внучатым племянником. Итак, эта удивительная история произошла у нас в Курепке в начале лета. 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 Пропала. К трем теткам. На три месяца. Что? Нет, ничего. Хочешь поесть? Эх, Ручкин, Ручкин. Давай. Ой, Валька, письмо. Кому? Тебе. От кого? От мамы. Или от папы. Или от дедушки. Читай. Валерий, ты сам знаешь, какой на Жека неприспособленный. Знаю. Мы хотели, чтобы вместе с вами поехал курепку дедушка, но он ложится на операцию, у него должны вырезать аппендикс. Во-первых, следи, пожалуйста, за Жекой. Во-вторых. Не давай ему пить сырой воды. Третьих. Не давай ему купаться одному, он не может. А чемодан ты на полку поставить можешь? Могу. Держи. Держи. Это наверх. Это наверх. Проводник чаю. Здесь кто? Я. Держи. Здесь кто? Я. Держи, здесь я. Я по-стариковски внизу, а ты молодой наверх. Вам, молодым, надо кверху стремиться. Значит, договорились? Договорились. Молодцы. Все выше и выше и выше. Стремим мы. Ага. Фу. Устал. Все в пути, все в пути. Привет, попутчиков. Куда едете? Курепку. Молодцы. Курепка, гиблое место. Был я в вашей курепке. Гостиница маленькая, даже ресторана нет. Одна столовка. А в курепке меня пароход поджидает. А вы кто? По должности я главный экспедитор. Начальник экспедиции? Возглавляю. Определенный участок. Со всей вытекающей ответственностью. Проводник с лимончиком. Понял? Понял. А мы? К драм старым теткам на все лето. Пропало лето. Пропало лето. Да, это уж точно. Считайте пропало. Три тетки это многовато. Сочувствую, однако помочь ничем не могу. Ребята, вы хорошие. Были бы постарше, взял бы к себе, пристроил бы к делу. А вы куда из курепки? На пароходе вниз по реке. Красотища. Горы, долины, пригорки, ручейки. Зверёк кругом бродит, романтика. Костёр на берегу реки. Захотел дичи, бац, утка в котелке. На рыбку потянуло, забросил удочку. Пять минут, ведро куней, царское ухо. Да, тётки займутся вами. Туда нельзя, сюда нельзя. Этого не трогай, того не трогай. В общем, будете всё лето манную кашку рыбьим жиром запивать. Рыбий жир записали? 30 бутылок. Очень хорошо. Племянника, когда ждёте? Завтра. Да, слабительное, пожалуйста. Английская соль, александрийский лист. Есть три кило? Пять. Пять. А какой он ваш племянник? Рослый мальчик. Волосы русые, совсем светлые. Большие, очаровательные глаза и обаятельная родинка на щеке. Сколько здесь манки? 40 кило. Да, сестра писала, что у неё превосходный аппетит. Сколько перловки? Два мешка хватит. Мало. 300? Мало. Ну что, 500? Тысячу. И всё с зайчиком? Давайте всё, что есть для вышивания. Быстрее, Лёва, я опаздую. Приезжай. Приезжай. Чемпион. Чемпион. Возьмите Льва. Давайте Льва и Тигра. Парень-то какой. Ох, едет. Мы к тёткам не поедем. А куда ж мы денемся? Поедем в экспедицию. Меня не возьмут. Возьмут. А, прошлый год, как поехали в Анапутки, я сразу. Ангины заболел. Потом свинкой. Потом грипп вместе с ветрянкой. Потом... Это ещё не самое страшное. Что нам с тётками делать? Такая паника начнётся. Письма, телеграммы посыпятся. Лучше домой не возвращаться. Чем я могу тебе помочь? Ты? Что ты можешь? Вот приедем и начнётся. Ой, девочки, устала. Сегодня целую машину продуктов привезла. Для столовой. И не говори. А я полдня проторчала в магазине. Покупала там всякую всячину для школы. Ну, знаешь, все устали. Представляешь, я битых два часа выписывала лекарство в нашей аптеке. Ой, девочки, мы же опаздываем к поясу, Маша. Даша. Саша. Где же вы? Даша. Маша. Даша. Писочки, мы же опаздываем. По машинам. Докер. Александр Иванов. Александр Иванов. Куда, не видите, мост разобран? Там же ясно написано, проезда нет. Мы торопимся племянников встречать. Вот будете торопиться, всегда опоздаете. А теперь возвращайтесь через брод. Это пять километров к Рюку. А до поезда десять минут. Я думала, проскочим. Вернемся, девочки. С племянничком. Они? Что, мальчики, яблочек? Берите, берите. Здравствуйте. Пойдем. Пошли. Где же твои тетки? А я откуда знаю. Хлопцы, помогите. Опаздываем на пароход. Не кантовать. Поехали. Я боюсь. Трус. Поехали. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ой, Валя, может у кого-нибудь попросим разрешение? Прием, тогда и попросим. Ой, Валя, а куда мы ползем? Спрячемся в кормовом трюме. За ящиками, там нас никто не увидит. Только тихо. Валя, меня поймают. Никто тебя не поймает. Пошли. Валя, Валечка, отпустите, пожалуйста. Ой, кто там? Ручкин, Ручкин. Это же крюк, обыкновенный крюк. Валя, я боюсь. Не бойся. Я без разрешения никуда не поеду. Да не поеду один. Пожалуйста. А я, как же я? Ты? Иди к теткам. К теткам я без тебя не пойду. Друг. Друг? А что, разве не друг? Тогда иди к теткам, скажи ему. Что хочешь, то и говори. Скажи заболелами, собрали. В общем, придумай что-нибудь. Распишись. 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 Запишите меня. Спасибо, ребят, все свободны. Ты тоже. Давай, давай, давай. Я хотела ехать с вами. Убрать трасс. Распишись. Что вам? Ой. Ой. Отдай. Отдай, я сказал. Пусть. Пустите. Пожалуйста. Здрасте. 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 Ну что, приехал? Нет, не приехал. Ну, не приехал сегодня, приедет завтра? Теперь, вероятно, совсем не приедет. Ну, не приехал. Да, приехал. Я так и знала, девочки. Конечно, кто мы для него? Три старые, скучные тетки. И он нас не знает и не любит. Да он нас даже не видел. Ой, что же делать? Что делать, делать нечего. Писать в Москву, посылать телеграмму. Не надо. Почему не надо? Ну, потому что лучше взять отпуск. И, наконец, поехать в Москву. Правильно. Надо ехать. Ой, не надо. Почему? Смотрите, вылитая Надя. Похож на отца. Подивительно. Мальчика вырос от черты лица. Вы посмотрите. И нос. Форма бровей, овал лица. Ну, все, как у Нади. Тихо. Простухая. Девочки, вы только посмотрите. Парень-то какой, а? Ты один? А где твой друг? Друг? А он, это, задержался? Да. Что с ним? У него, это, живот? Да, живот. Он съел в дороге что-нибудь немытое. Да, съел. Нет, в дороге он ничего не ел. У него просто, это, как его... Дизентерия. Нет, что? У него просто, это, ну... Аппендицит? Да, аппендицит. Сняли с поезда и отправили в Москву. Да. Да, сняли и отправили. А я приехал один. Наш единственный племянник, наконец, приехал. Приехал. Чего? Говорят, приехал. Кто приехал? Чемпион приехал. Какой чемпион? Из Москвы, Бужинский племянник. Завтра с утра все на тренировку. Доброе утро, Лерочка. Доброе утро, тетя Даша. Тетя Маша. Доброе утро, Валя. Лера. Лерочка. Доброе утро. Доброе утро. Я пошла на работу. Если что понадобится, приходи ко мне в столовую. Саша! Сашенька, подожди. Ты забыла халат. Здравствуйте, девочки. Даша. Лерочка, если я тебе понадоблюсь, найдешь меня в школе. Мы там оформляем выставку. Пошли. Даша, ты забыла свои вышивки. Тетя Маша, а вы ничего не забыли? Забыла. В воскресенье ты участвуешь в велосипедных гонках. Я? Тетя Маша, извините, пожалуйста, а какие гонки? На приз дяди Коли. Ребята тебя очень ждут. Поехали. Тетя Маша! Тетя Маша! Ну что? Извините, а когда гонки? В воскресенье. У меня нет велосипеда. Есть выход. Тетя Маша! КОНЕЦ КОНЕЦ Валечка, познакомься. Это твои соперники. Витя Колесо. Виктор. Валерий. Витя. Валя. Витёк. Валерий Булышев. Жеребьёвка окончена. Твой номер девятнадцатый. Трасса по выбору. Разбит велосипед заменяется. Можем тренироваться вместе? Можно вместе. Но лучше отдельно. Как хочешь. В воскресенье гонки. Когда? В воскресенье. Всё погибло. Я пропал. ПОЮ socio. Дяденьки, разойдитесь! Пропустите, пожалуйста! Дяденьки, пропустите! Учится? Чемпион из Москвы! Да, противник-то опасный. Все темнит, прикидывается простачком. А, это все тактика. Ну что ж, мост разобран. Перейдем реку вброд, а там напрямик. Витя, напрямик нельзя, там крапива. Тогда так. Смотрите. Выйдем из курепки, пройдем по серпантину. Прямо по шоссе, а потом вброд. Обойдем крапиву и крути педалями до самого финиша. Ясно? ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Тетя Саша, тетя Маша, тетя Даша, вы приняли меня за Валерия, а я не Валерий. Я тот самый Ручкин, который должен был с ним приехать. ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА 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 Садись. А что писать? Пиши, дорогая мама. Или мамочка. В общем, пиши, как хочешь. Я напишу, здравствуй, мама. Прекрасно. Доехал я хорошо. Жаль только, что заболел Жека. Перед что сбитая. Да, и напиши, что ничего страшного. После операции пусть приезжает к нам. Градцы, приехали быстренько. Осторожно, не кантовать. Рюмочка. Аккуратней с экспортом. Товарищ начальник. Я. Не кантовать. Спасибо. Товарищ начальник, послушайте меня. Вы знаете... А ты откуда взялся? Возьмите меня с собой. Куда? В экспедицию. Какая еще экспедиция? Ну вы же начальник экспедиции. Э, браток. Экспедитор, это еще не экспедиция. Наше дело разгрузил и точка. Груз сдал, расписку получил и обратно в курепку. Замечательный почерк. Уверенный, четкий. Можно я и несу его на почту? Прекрасно. Нет, нет, нет. Ему надо тренироваться. Времени мало. В воскресенье гонки. Отлично. Пусть сядет на велосипед и отвезет сам. Я лучше пешком. А то велосипед там что-то... Дай письмо. Девочки, я все равно иду мимо почты. И какая разница, кто опустит письмо. Можно я? Не лишайте меня инициативы. Я его... Нет, то есть я его опущу в почтовый ящик. Ты что тут ищешь? Скажите, пожалуйста, где здесь почтовый ящик? Вот. Ах да, извините. Ого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я тоже скоро буду сидеть на привязи, а ты лаешь на меня, друг человека И не говори Отпустить тебя Что на ошейнике написано? А тебя зовут Стрекотза? Очень красивое имя Здравствуйте, товарищ муравей! Здравствуйте! Не приехал? Приехал! Приехал! Ну вот, что я говорил Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что случилось? Что случилось? Говорят, бешеные собаки Что там случилось? Горят бензобаки Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok 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 Маша, Маша! Я здесь. И ты еще что? Мы же в отпуск, так мне стыдно. Одну минуточку, все в порядке. Пошли. Здравствуй, Валерий! Загорает? Загорает. Загорает. Ой, Вань, за плотиной рыбы клюет как ненормальная. Вы знаете, вот это вот я все сам поймал. А тетя Саша, тетя Саша там вот такую вот щуку поймала, килограмма натрий, на живца. А ершей там, видимо-невидимо, мы их даже не брали. Только снимали с крючков и в воду. Пусть живут, траля-ля-ля. Что ты кричишь? Услышу. Я тихо. А ты знаешь, что тетя Саша в 1935 году была чемпионкой области по стрельбе? По тарелочкам стреляла. А завтра мы идем в пещеры. Да это мы. Ну мы, я и тетя. Какие тети? Ну наши, тетя. И что же, их племянник. Я? Понимаешь, я иногда, ну то есть, я иногда сам забываю, что это не моя тетя. Куда я мог знать, что у нас такие тети. Спортивные тети. Ты знаешь о детях Маше? Все, хватит. Ведь сегодня не получим деньги, то завтра уйдем пешком. Иди на почту. Иду. Знаешь, я тебе, Даша, может одной спичкой зажечь костер. На почту, слышишь? На почту. Ну я иду. КОНЕЦ КОНЕЦ Скажите, пожалуйста, не приходили деньги Дарьевани, Марьевани и Александр Иванович? А-а-а, товарищ Муравей, вы знакомы с нашим замечательным молодым человеком. Он починил мою плещую машинку, западали Ж, Ж и С, а он починил и сделал тщательно. Правда, сейчас западает буква Ф, но подумаешь, что такое Ф, Ф, это так Ф, а деньги, деньги, когда придут, мы пришлем домой. Кто ж такой, а? Это племянник наших девочек, Саши, Маши и Даши. КОНЕЦ На КОНЕЦ КУСАКИНОЙ Плохо дело, плохо. Валя, там милиционер пришел. Какой еще милиционер? Который меня на почте видел. Ну что? Так он с ищейкой пришел. С ищейкой? Да. А это случая не стрекоза? Не знаю. На почте молодой человек подозрительного вида узнавал насчет ваших денег. Внушал всем, что он ваш племянник. Наш племянник все время в мастерской пропадает. Его с чердака клещами не вытащил. На чердаке я его и видел. А этот совсем наоборот. Ростыни же среднего, волосы темные, а на щеке родинка. Товарищ правей, вы очень точно описали нашего племянника. Извините, ваш племянник высокий и волосы русые. Ха-ха-ха! Валя! Вот он, наш племянник. Он. Точно он деньгами интересовался? Тетя, Саша, тетя, Маша, тетя даже. Тихо. Кто там наверху? Никого. Он тут не один. На чердаке никого нет. На чердаке? Ясно. Прошу войти в комнату и не выходить. Окно было открыто? Закрыто. А дверь была закрыта? Открыто. Ключик, пожалуйста. Ключ висел здесь. Ну, извините. Стрекоза. Его здесь нет. Стрекоза. Стрекоза. Тсс. У меня здесь нет. И здесь его нет. Странно. Если этот ваш племянник, так кого же я видел на чердаке? Кто ж тогда этот, высокой русой? Спит? Ну-ка. Спит. Спит. Не понимаю, кто бы это мог быть? Высокой, русой. Утро вечера мудренее. Давайте спать. Спокойной ночи. Я пошел. Утро вечера мудренее. Горе мне с тобой. Интересно, кого мог увидеть муравей на чердаке? Чердак. Что? Я забыла закрыть чердак. Я закрыл чердак. Кулиска, здесь еще у меня. Ключик. Тихо. Маша. Да? Даша. Что? Я ведь поселила чистую дорожку. А почему? Девочки. Девочки. Ну, а где же твои следы? Клянусь тебе, Буря. Иначе, как в нашем доме, завелось привидение. Ручки. Иди в комнату. Слушай, ручки. Тихо услышат. Пусть слышат. Ну, что ты? Ничего. Маша, что ты говорила о привидениях? Ты что, веришь в привидения? Я? Нет. Девочки, а вы знаете, все, что говорил муравей о мальчике, который он принимает за Валерия, очень похоже на то, что писала о нем Надя. Не фантазируй, пожалуйста. У нас живет наш племянник. И, между прочим, у него русые волосы. А ты забыла, у Саши тоже были светлые волосы. Потемнели. А ты как думаешь? Я ничего не понимаю. Сейчас я им все объясню. Подожди, да я тебя доглажу. Если ты Валерий Булышев, то кто же Ручкин? Какой Ручкин? Ну, Жека, приятель Валерия, у которого вырезали аппендицит. А, он вон. Опять следы? Привидения. А что же? Ничего. Все в порядке. Тети, тети, какие они тебе тети? Это мои тети. И, в конце концов, кто из нас племянник? Я племянник или ты племянник? А если наш племянник не племянник, то кто же вы тети? Не знаю. Девочки, давайте спать. А если Валерий не Валерий, то кто же он? Доброе утро. Телеграмма. Телеграмма. Уперацию отменили, приезжаю десятого. Встречайте Ручкин. Мальчик, мальчик! Мальчик, мальчик! Мальчик, мальчик! Ну, здорово. Не он. Простите, пожалуйста, у меня сложилось такое впечатление, что вы кого-то встречаете. Да, да. Извините, вы не тетушки Валерии? Да. Да, мы тетушки Валерии. В таком случае вы встречаете меня. Ну, если вас зовут Жека, то, конечно, вас. Совершенно точно. В детстве меня так именно и звали. Ручкин Евгений Александрович. Дедушка Жеки. Здрасте. А где Жека? Где Жека? Вы не знаете, где Жека? Знаю, он у вас. У нас? А где он? А где Жека? Он у вас. Мы получили от него письмо. Письмо писал Валерий? Ну, нет, простите, письмо писал Жека. Я отлично знаю его почерк. Ну, если письмо писал Жека, то где же Валерий? Где Валерий? А где Валерий? У вас Валерий. Вы же сказали, что у нас Жека. Сказал. А теперь говорите, что у нас Валерий. Говорю. Ну, как же так? Именно так, потому что и Жека, и Валерия у вас оба, двоих. У нас только один. А где же второй? А где же второй? Сейчас все выясним. У кого из мальчиков вырезали аппендицит? У меня. Что мы делаем? Ладно, иди вниз, пойди что-нибудь поесть. Пирожков, котлет. Быстрее. Пирожков, котлетки. Сегодня праздник наших юных философедистов. С утра светит яркое солнце, а ночью, что и говорить, прошла гроза, и все мы беспокоились, как бы погода не мрачила от долгожданного праздника. Но все волнения позади, и стрелки часов неумолимо приближаются к тому мгновению, когда будет дан старт традиционного кросса имени нашего замечательного земляка Николая Фетча Булышева. Это был прекрасный спортсмен и щедренно выдан к человеку. Пойдем. Куда? Пойдем. Куда? Я жду к ногу. Не пойду. Нет, пойдешь. Валерий Булышев будет принимать счастье в гонках. Не буду. Нет, будешь. Не буду. Заставлю. У тебя же великолепные тетки, спортивные тетки. Тетки, будь здоров, и мы никуда не уедем. И не потому, что у нас денег нет, а потому, что они меня, то есть тебя любят. Ну, оставайся с ними. Я останусь. Оставайся. Ты у меня все равно примешь участие в соревнованиях. Не буду. Я же не в форме. Я не тренировался. Я зачах на этом проклятом чердаке. Ты, ты, ты трус. Трус? Я трус? Ты хочешь опозорить их на всю курепку? Тетю Сашу? Тетю Машу? И тетю Дашу? Так? Смотрите, Булышев. 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 Сила, мужество, находчивость и мастерство. Только эти качества могут обеспечить победу в наших необычных соревнованиях, где каждый сам выбирает путь финишу. Это означает, что соучастники кросса могут ехать любым путем по шоссе, в раселку, через лес, в рот, как угодно. Побеждает тот, кто приходит первым. Итак? Запишите меня. Валерий Булышев. Как вы сказали, молодой человек? Валерий Булышев. Хе-хе, Валерка, я знаю лично. Он починял пищевую машинку. Это я починил. Это он, это он. Я знаю этого молодого человека. Будьте добры, пройдите ко мне. А ты возьми велосипед. Проводите его на старт. Участники соревнований вызываются на старт. На старт. Велосипед. Что? Велосипед. Ха. Ну, ребята, крути педалями. Что он сказал? Крути педалями. Чем крутить? Педалями. Повторяйся. Внимание. Марш! Эй, парень, откуда же вы мага? Булыш, Валерий Булыш. Погодите, погоди. Только быстрее, пожалуйста. Это ты на чердаке прятался? Аппендицит у тебя вырезали? У меня. Ручкин. Ну, Ручкин. Запишите. Записать? После финиша сразу ко мне поговорим. Давай. Ребята, он из цинка. Да не этот мой, нет. Парш. Первая. Деда, деда. Витя, Калинсков, грузи, педали. Редактор субтитров А.Семкин. Чемпион позади. Ясно. Хитрит. Пропустим вперед. Присмотримся. Пропускай чемпиона. 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 Витя, пора! Витя, давай! Витя, колесо делает рывок! И снова оказывается впереди всех гонщиков, оставляя чемпиона позади. Могулышев равнодушно пропускает всех вперед, твердо придерживаясь тактики в ожидании. Витя, старник! Витя, старник! Зигзаг. Зигзаг. Силы бережешь, да? А! 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 Ой, куда ходи? Зигзаг. Зигзаг. Смотрите! Смотрите! Он разогнется! Снимите меня! Снимаю! Снимите! Снимите! Снял! Престящий, виртуозный, головокушительный спуск! Еще раз подтвердился кратчайшее расстояние между двумя точками есть ТМ. Мулышев опять впереди! Вот он сюрприз чемпиона и торжество заранее обдуманной татики! Субтитры создавал DimaTorzok Мишера, проедем! Мишера, проедем! Мишера, проедем! Прокол! Прокол! Еще прокол! Феноменально! Закрытыми глазами Валерий Булышев немыслимым вираже преодолевает опасные препятствия! Вот почему, когда видишь настоящего мастера, всегда кажется, что ему чуть-чуть везет! А кто же позади, под номером двадцатым идет неизвестный участник на старинном велосипеде системы Вельман! Его литым шинам никакая проволока не страшна! Эй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Драма, трагедия, катастрофа! Евгений Рочкин остался без велосипеда. Старая система не выдержала современных скоростей, Рочкин снова аутсайдер. Но ничего, ему дают новую машину. Чего стоишь, бери. На одном руле далеко не уедешь. Рочкин, наверное, саживается на велосипед, оглядывается по сторонам и быстрее, быстрее ветра устремляется вперед. Ты что? Кручу педалями. Краска на шоссе, с ног сшивательной препятствий, кончики падают, краска заливает глазами, ничего не видно. Вот это гонки. Кто это? Двадцатый. Вперед! Если у вас действительно ваш племянник, то где же мой внук? Но если это ваш внук, то где же наш племянник? Он пропадет. Он у меня совершенно не приспособленный. Он не приспособленный? Тогда это точно не Жека. У нас Валерий. Валерий, Валерий! Жека, сворачивай, сворачивай! Я не могу! Острогон! 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 Валерий! Поехали! Смотрите, двадцатый. Где? Внизу. А-а-а! Дяденьки, разойдитесь! Извините, всех задавлю! Дяденьки, разойдитесь, пожалуйста! А? Ведь закрытыми глазами, а? Китас Кресты, Китас Кресты, Китас Кресты, Китас Кресты! Только бы не упасть, только бы не упасть. Уйдите, не мешайте, ну, по-человечески я вас прошу, уйдите, ну, будьте людьми. Курый шеф, курый шеф, курый шеф, курый шеф. Это не я, вот он, чемпион. Вот он, вот он, наш чемпион. Чемпион? Не может быть. Это наш Жека, Жека. Дедушка. Нет, это наш Валерий. Ну, что вы, это наш Лерочка. Ну, ты сам скажи. Тетя Саша, тетя Маша, тетя Даша, я не Валерий, я Жека Ручкин. А где Валерий? Где Валерий? А где же все-таки Валерий, а? Где, а где? Где Жен? Тетя Даша, тетя Маша, тётя Саша, я... Ты! Что ж ты первым не пришел, а? Теперь целое лето будешь сидеть на чердаке. И манную кашу рыбьим жиром запивать. Тетя Саша, тетя Маша, тетя Даша, я... Ух ты! Кто же, в конце концов, племянник? Этот или вот этот? Блондин или брюнет? Опа! Привет, попутчикам! Я же вам говорил, курепка дивное место! А тетушке у вас просто клад! Ребята, крути педалями! Ваше дело молодое! Вам надо вперед стремиться! Только вперед! Счастливого пути! Вот какая история произошла у нас в курепке этим летом! Спасибо за внимание! Если что не так, извините! Можете быть свободны, товарищи! Все! Субтитры сделал DimaTorzok